Всем привет! Я сегодня решила неожиданно для себя записать для вас влог, хотя желания особого у меня нет в связи с этими и со всеми событиями. Я выпала из ютуба и конкретно ничего не снимаю, потому что мне кажется, сейчас не время для таких каких-то съемок, влога и так далее и тому подобное. Да и желания нет, поэтому я ничего не снимала, но сегодня я проснулась с мыслью, что надо продолжать жить дальше, несмотря на все моменты, которые отталкивают, в принципе, от съемки. Вот, поэтому я взяла себя в руки и начала снимать этот влог. Я начала его снимать первый раз за, наверное, недели две. Вот, есть чем поделиться, есть что показать. Я, наверное, этот влог сделаю не одного дня, а нескольких дней подряд, потому что сегодня у меня особого ничего такого интересного нет, кроме каких-то домашних дел. Поэтому я его совмещу, сделаю большой влог, может быть, недельный, а может быть, всего пару дней. Ну, в общем, я его совмещу не влог одного дня, а влог нескольких дней. Из новостей, из новостей, что у нас по новостям? Ну, первое, я сделала на маникюр, сделала ногти. Такие вот я сделала ногти с интересным дизайном. На руках вот такие вот они, интересные. Тоже я хотела снимать влог, как и поехала, но вся эта политическая ситуация и ситуация в общем в мире меня оттолкнула от съемок, и я просто даже ничего не снимала, у меня не было желания что-то даже снимать. Сегодня на повестке дня у нас уборочка. Кстати, почему мое колечко лежит здесь? Я вчера забыла его положить на место. В общем, сегодня нужно навести порядок дома, вот, как обычно, после вечернего такого, как сказать, застолья, не застолья, то, что я не убираю с вечера, оставляю на утро. Да, вообще, как бы так нехорошо делать, но, тем не менее, я так делаю. Все, что с вечера накидывается, я ничего не разгребаю, разгребаю только по утру. Вот, нужно помыть посуду, разложить, все по местам, приготовить и покушать. Еще нужно поставить стирку, постирать, потому что там машинка уже полная. Вот, кстати, я готовила компотик на днях, варила с курагой и черносливом. Ну, чернослива немного, в основном курага, потому что, мне кажется, много чернослива не очень. Дальше у нас новый такой тут агрегат, машина, я не буду говорить, что она делает, потому что я знаю так, как сказать, поверхностно, поэтому просто вот такая аппаратура, которая там что-то делает, все. Кстати, погода у нас уже прям весеннее-весеннее, температура с каждым днем все выше и выше, погода у нас вот такая, ну, уже, конечно, тепло, у нас уже тепло. С каждым днем все теплее и теплее, все-таки март. А еще у меня здесь вот такая вот прелесть, зелень. Кстати, мы с вами сегодня еще посадим зелень, у меня есть еще три лотка с землей, которые нужно посадить. В общем, была такая история, здесь, короче, как раз-таки то, что у меня не выжило. В общем, человек купил землю, которая не подходит для рассады, она не держит влагу. И, короче, я когда садила зелень, у меня она вся просто вот высохла, засохла и вообще не росла. Здесь я смешала эту землю с другой землей, землей нормальной, и рост пошел. То есть у меня здесь шпинат, а здесь рукола. Нужно продублировать руколу и шпинат посадить. Плюс у меня здесь есть базилик и вот такой вот лук. Кстати, вот этот вот антуриум, он все-таки у меня помер. Тут тоже сейчас я его буду выкидывать. Все, он уже помер окончательно. Не выжил, ну и пошел. Ты дурак. Не хочешь жить как человек. Ну и все, значит, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Кстати, в Корее очень вкусные апельсины. Это апельсины не китайские, как у нас продаются в России. Эти апельсины из Америки, из Калифорнии. И они прям безумно вкусные. У них нет косточек, либо попадаются одна на весь апельсин. И они безумно сладкие, кисло-сладкие. Не такие, как в России. Они прям божественно вкусные. Добро пожаловать. 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 Я смогу печь, выпекать, запекать, припекать. Все что угодно. В Корее, кстати, нет больших духовок, как у нас в России. И даже если производитель корейский, это не значит, что в самой Корее есть такие духовки. Нет, в Корее духовки вообще не популярны. И поэтому они небольшие. И найти какую-нибудь большую, как у нас, духовку, это очень сложно. И это будет достаточно дорого. Это духовка на 48 литров. В принципе, мне с головой вот так вот достаточно. Обошлась она почти в 200 долларов такая духовка. Поэтому, да, в России можно было бы за эти деньги купить уже полноценную, наверное, большую духовку. Еще в комплекте идет вот такая большая емкость. Книга с разными рецептами. Надо будет изучить. Это, видимо, инструкция и две такие штучки, чтобы снимать, брать. Вот. Ну и еще идет два противня и штуковина для жарки. Курицы гриль. То есть вот такой комплект, в принципе, идет. Неплохо. Ну, собственно, вот так вот мы пока пристроили духовку. Стол взяли с гардеробной, там, где стояла тоже там эта компьютерная аппаратура, так сказать. Поставили пока сюда. В принципе, мне нравится и было бы еще круче, если бы он был бы еще подлиннее, чтобы здесь можно было бы тоже что-нибудь как бы готовить, использовать пространство. Но, в принципе, и так нормально. Духовка стоит на уровне живота, в моем случае, потому что я высокая достаточно. Нет, ну, под ребра. По ребра. Чуть выше ребер на уровне, поэтому, в принципе, удобно, комфортно. Вот. Сейчас хочу испечь печеньки. Ну, не печеньки, а коржики советские, если кто знает. Я хочу сейчас испечь. Вот. Потому что я люблю вообще духовку, люблю готовить на духовке больше всего, потому что это не жирно, это вкусно и мало затратно по времени, в принципе. Закинула, поставила на время и готова. Поэтому хочу сейчас побыстренько мы сделаем печеньки, коржечки. На них время уходит на готовку немного. Вот. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Духовка уже разогрета, поэтому ставим на средний уровень на 10-15 минут. Собственно все, наши коржики готовы. Сейчас мы их переложим на тарелочку. Прелестная тарелочка коржиков у меня получилась. Сейчас скажу себе чаечек и буду кушать коржики. И вам тоже желаю приятного аппетита. Спеките тоже коржики и попейте либо с молоком, либо с чаем. Очень вкусно. И как обычно мы зайдем немножко в Dice. Магазин мелочей всяких нужных и ненужных штук. Посмотрим, что там есть. Зеленые уголки. Здесь сразу можно за 5 долларов купить разные цветочки. Все они живые и настоящие. Горшки, не горшки. А, кстати, пакетик с землицей. Что я, собственно, естественно и возьму. Потому что у меня еще не досажено. И еще цветочки. По 5 долларов. Да, все, в принципе, по 5 долларов они стоят. А, ну вот эти вот... Вот эти 3 доллара стоят. А так все остальные по 5. Еще немножко раз так пробегусь. Конечно же вся канцелярия миленькая. Куда же без нее разных блокнотик. Тетрадочки разнообразные. Наверное, корейская канцелярия всем известна своей милостью. Вся она миленькая и красивенькая. Куча разных наклеек. А это разные открытки. Конечно же, куда же еще без корейского мимимишества. Чего только нет. Для фанатов Marvel. Всегда найдется что-то. И для фанатов просто Disney. Тоже, соответственно, что-то да найдется. И все продукты, они все от 1 до 10 долларов. Так же есть искусственные цветочки для декора. И небольшой отдел сладостей. Как же без него? Еще такая подсветка красивенькая. Что прям так и манит. Что-то приобрести. Куча целых стеллаж лапши. Корейской лапши. И, конечно же, домашний отдел. Со всякими моющими средствами и так далее. Тапками для душа. Потому что в душе, я не знаю, я не показывала, но в душе всегда ходят в тапках. И потом как-нибудь покажу, как устроен корейский туалет. Здесь еще разная полка с шампунями, кондиционерами, мылами, бритвами, зубными щетками, зубными пастами, нитями и так далее и тому подобное. А эти средства, которые помещаешь в гардеробную, чтобы убирать, нейтрализовать запах. Эти для холодильника идут. А вот эти вот, они собирают влагу в доме. То есть, если есть влага, она наполняет эта баночка водой. То есть, собиратель влаги. Смотрите, какая посуда. И она вся пластиковая. То есть, это все пластик. То есть, по-моему, прям очень-очень здорово. Прям вот как стекло. Но это все пластик. Прям вообще шикарно. Стоит всего, ну, 2 доллара где-то. В районе 2 долларов. И даже мини-золомагазин. Со всякими кофточками. Для собак. Очки для собак. Вот опять же, собак они очень-очень любят. Для собак вон все просто. Для котов корей меньше, чем для собак. Очки для собак. Носочки для собак. Одежки для собак. Смотрите, что. Какие разные штучки. И опять же, все в пределах 10 долларов. Шампуни для собак. Всякие ножницы для стрижки. И на выходе тут разные чупики. Всякие сладости. И еще всякие сладости. Куда ж без них. Даже есть семена разные. Цветочки разные. Семена. Ездят еще, кстати, с зеленью. Ну, по-моему... А, вот здесь вот. Здесь можно и томаты, и не томаты. И всякая разная зелень. Я здесь как раз-таки брала. И вот эти семена я и садила себе дома. И здесь, впрочем, как в любом нашем русском торговом центре, отдел с разными ресторанами, вкусняшками, закусочными. И разные блюда, соответственно. Кстати, у нас радостные новости. Теперь вход без QR-кода. Можно входить просто так. Если раньше все было по QR-коду, то сейчас нет свободных входов. И вот полностью-полностью этаж. Можно сказать, одни рестораны. С меню на входе. То есть можно ознакомиться с меню. Ну что, друзья, продолжаю свой длиннющий влог. Сегодня заключительная его часть. Сегодня у нас 14 марта. В Корее это белый день, когда молодые люди дарят девушкам шоколад. Поэтому, надеюсь, я свой сегодня шоколад вечером получу. Надеюсь, он не забыл. Но если он забыл, я ему руки-ноги подрываю. Сволота такая. До награды, конечно, он забыл. Поэтому сегодня будет заключительная часть своего длиннющего влога. Боже, я даже буду представить, сколько материала мне нужно будет монтировать. Там просто вообще ад. Вы, кстати, я поняла, что, наверное, в будущем я больше не буду практиковать один большой влог, состоящий из несколько дней, потому что материала дофига. И просто я говорю, я боюсь смотреть, что там будет у меня сейчас на монтаже. Вот. У нас сегодня по погоде такая паспортная погода. Сейчас покажу, что у нас в окне на улице. Сегодня будет тоже небольшая часть сегодняшнего дня. Я хочу еще посадить шпинат хочу посадить. По-моему, еще и луку можно посадить, если хватит. То есть я купила еще земли, поэтому хочу ее сейчас использовать, посадить. И, собственно, вечером покажу, что приготовил для меня человек, что он мне подарит, что сделает. Вот. И, наверное, на этом будет все. И на этом я закончу свой длиннющий влог. А в окне у нас вот такая хмурая погода. Вчера был дождь, сегодня тоже вроде как обещают дождь. Но, знаете, я люблю такую погоду. Вот, верите, нет, мне по кайфу. Я прям кайфую. Вот такая пасмурная погода. Мне прям по кайфу. Я тебе скажу, я не могу быть. Если ты хочешь, я хочу, я возьму. Я тебе скажу, я не могу. Я тебе скажу, я тебе скажу. Я тебе скажу, я тебе скажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом горшке посадила я губ, а здесь посадила я шпинат. Не знаю, что получится, но должно, потому что в этот раз я вообще мало брала вот этих всех опилок. Я больше здесь даже видно, что вот оранжевое, такое светло-коричневое, это земля нормальная. То есть в принципе здесь должно нормально взойти. Плюс я сюда добавила больше земли, но в плане в этот лоток, потому что здесь его прям побольше, чем в других лотках. Человек вот приготовил мне на 14 марта, на белый день, вот такой вот супчик. Еще подаю коробку конфет. Он только, конечно, готовить он не умеет настолько, что от лапши уже ничего не осталось, он разварился. Нет, ну он старался, за старание, конечно, как бы учтем старание человека, но в следующий раз его просто в кухню лучше подпускать не будем. Потому что это какая-то каша. Но за старание ладно, поставим петерочку. Вообще, даже рубу наставать не вытащил. Мясо, рыба. Не обосраться, было чисто из пола. Вот такой вот сюрприз, чувачка, типа, сделал. Вот так. Ну и на этом моменте мы с вами прощаемся. Этот длиннющий влог подошел к концу, поэтому спасибо за просмотр. Не забываем ставить пальчики вверх, подписываться на канал и всем пока!